Какую еще хотелось бы операцию посмотреть, ну из таких вычислительных процедур. Вот с делением очень важно действие, мы бы его отнесли просто таким основным операциям, хотя бы мы поняли, что это реально решение уравнение. Что еще бы вы хотели бы научиться делать? Возведение степени. Возведение степени. Ну понимаете, вот если эта степень такая натуральная, типа куба, ну это легко, быстро перемешивали х на х, потом еще раз на х, еще что? Возвращение корней. Корней. Ну какой корень самый симпатичный? Квадратный, я думаю, да. Вот. Помните, я вам говорил, что вы, Робинзон Круза, на берегу и так далее. Вот давайте мыслим сейчас опять себя в такие полевые условия отправить. Мокрый песок, мы должны что-то такое посчитать. Ну возьму сейчас реальную задачу, которая как раз в книге прописана. Которую когда-то и у Филимана была прописана. Это вещи, которые люди изучают уже тысячи лет. Я высокий человек, стоящий на краю земли. Вот здесь. Ну высота 2 метра. Большой. Просто сокок, где кровоится. Как вы думаете, примерно, дайли мегаридуал сколько? То есть 200 радиус земли. Вы мне сейчас прониктуете. Чему равен радиус земли? 6 тысяч. Спасибо. 6 400. Это в километрах. А если в метрах, еще на 10 3. Не 6 400, а 6 700. Думаете? Это с атмосферой. А? Это с атмосферой. А? В общем, нормальный полюбинь на 6 400. Если без атмосферы, то 6 400. Поверьте. И вот я хочу найти вот это расстояние. Значит, это касательно. Здесь против нас. Как считать это расстояние? Ну, прямоугольный треугольник. И вот получилось, что D квадрат это есть 2RH плюс H квадрат. И вот эта вещь настолько ничтожно мала в сравнении с этой, что вот этих полевых своих вычислениях я, конечно, ей могу приближить. Стало быть, расстояние с очень хорошей точностью это корень из вече 2RH. Если вот эти все данные наши туда подставить, значит, по знакам формы стоит двойка, потом вот эти 6 400, потом 10, когда ты стень, и здесь 64, и потом еще стоит опять же двойка, это уже высота нашего наблюдателя. Когда буду извлекать корень, все будет хорошо. Здесь, здесь, то есть 2 на 8, здесь мы увеличим 10 в квадрате, а останется корень здесь. И вот тут мне нужно вот в этих самых полевых условиях быстро как-то это посчитать. Калькуляторов нет, утонули, смартфонов нет, утонули. Вот одна из своих задач, которую мы сейчас с вами решим. Когда я продумал то, что вам рассказывают, я посмотрел несколько книжек и одну статью. Вот некоторое время назад ушел в жизни замечательный математик Владимир Григорьевич Плотянский. Он в кванте много писал и был... Он был ученый калькулятором Академии наук, одним из создателей Московской школы переуправления, которая в частности придумала такой замечательный необходимый условий экстремум для широкого круга задач, который называется принцип максимума Пантрягина. Он входил в число учеников и он очень много писал. Хороших книг он много писал, хороших статьи. И у него в кванте в 1983 году этот интеракций, вот оно тут называется, тут такой вавилонский жрец с бородой. И он сказал, что вот то, что сейчас много рассказывают про извлечение корня, это вообще еще восходит к египсискум жреца. Давайте я изложу это настолько симпатичное тоже рассуждение, что жрецы могли так рассуждать. Я его сейчас привезу. Вот есть положительное число, а маленькое, из которого мы хотим разберечь корень, ну, с какой-то значим, кто требуется, не важно, кто потребует, какой-то, то есть как-то это извлечь на это. Ну, взять какое-то число, это не любое. Простой еще технический соображитель. Оно лежит либо слева, либо справа. Если с точностью не попасть. Правда? И вот, если взять два числа, х нулевое, и а подвести на х нулевое, если буду сравнивать с этими двадцать числа, я, Бог сказал, что не сам х нулевое, разумеется, квадрат. Относительно, а должен лежать либо слева, либо справа. Квадрат. И вот, поскольку они лежат по равной стороне от а, то вот, если взять их среднее альтметическое, полосуну, то мы получим есть то уже, ну раз тут лежит альтмет внутри, а мы взяли на крайней точке, то мы приблизимся к нашему горнюю зону. И если эту процедуру потом повторять, по той же формуле, то есть, это действительно реально сразу в общей правиле, 5С плюс 1 равняет 1, 2, 5С плюс 1 поделить на 5С, то они надеждают, что это все куда-то побежит к нашему горню. Вторая история, связанная с этим делом. Вот, реально, опять же, мы получили задачу на определение подвижной точки отображения такого срега идиотического. Если действует привести подобные члены и написать человеческие, то получится, что это романтийно в уравнении соображения равняется. Но опять же, его для нахождения неподвижной точки перестроили таким затейливым образом заразе не угадать. Вот, берите, что-то придумали из своих соображений. То есть, если, например, напишу в виде сравняется от 9С, это будет плохая перестройка. Вот, подогнать под теорему банка вот это уравнение, это соотношение нам не удастся. А вот это хорошее, потому что здесь производность, которые, знаете, на второе минус 1, или на 2 флага, она как раз помочь уменьшить 1, 2, там сжатие как раз происходит. Вот про эту формула у меня с детства еще сидит в голове разумнание. Знаете, такой, замечательный курс лекций по физике? Фейманские лекции по физике. Ну и лично Фейманс – это великий физик XX века, один из создателей целой науки, квадратный электродинамики, он работал на законном проекте, американскому кучу книг написал, и есть замечательная такая многотомная штука, называется «Фейманские лекции по физике», там еще в качестве авторов Лейтон и Эссенция обозначены, и во втором томе, который посвящен механике, на самом деле, речь идет о математическом аппарате, физика. Обсуждается все, что нужно. И там в Сноске, я думаю, что это сам Фейманский писал, там говорится, что, цитирую, «Нас в школе неправильно учат изучать квадратный метод». Вот он про себя пишет, про своих садов. Это имеется в виду процедуру, которую мы тоже все в школе проходили, когда с недостатком подбирают какие-то значения, зажимают с двух сторон будущее значение корня, так же, как и с делением, собственно говоря, когда, как мы говорили, идет подбор так, чтобы подойти вплотную снизу, но не прискочить. А вместо этого Лейтон надо просто учить всех, что есть такая замечательная формула, которая обеспечивает очень быстрое получение нужного намного результат. Вот давайте сейчас испытаем эту формулу на числе 10. Ну, какое начальное приближение? Что такое 10? Кажется, начальное приближение, только если… Треть в квадрате – это 9. Да, всё, вы сами это попросили. Начальное приближение, а вот чё? Правильно? Да. Кстати, давайте только отец я сейчас напишу, чему разу мы тоже здесь внести. Если у вас есть калькулятор, я… Ребята, калькулятор сейчас достаньте, пожалуйста, потому что это лучше каждому сделать самому. У большинства есть мобильники, которые позволяют это делать. Да, я просто напишу. Пожалуйста, проверьте, потому что будет обидно, если ошибемся. Давай, вот мой кандидат такой, я тоже загрузил свой калькулятор. Правильно? Три, один, шесть, два и так далее. Ну, там, подумаешь, два идут, мне хватит. Три, один, шесть. Что? Ну? Да, да. Два сверху. А? Буква сверху, три, один, шесть, два, два, семь, семь и так далее. Два сверху. Ничего не принадлежит. Всё хорошо, да. Всё хорошо, я просто не понимаю. Так вот, давайте посмотрим. Что мы получим по этой форме? В качестве первого. Одна, вторая. Три плюс две. Один на три. Ну, значит, это у меня девятнадцать шестых. Ну, вот здесь давайте я не буду тогда напрягать свою память, хотя я могу посчитать. Чем это равно. Три целых, один, шесть, шесть, шесть. И так далее, да. То есть, первые два знака после запятой уже, те, которые надо. Правда, там злоба, которые хорошо. И вот последняя сейчас стоит по установке, x2. Это значит, надо взять одну вторую по честному. Ну, тут только. Девятнадцать шестых вот здесь. Плюс десять, шесть, девятнадцать. И вот смотрите, что произойдёт, если я сейчас приведу к общему знаменателю. Это вот будет показатель того, что нужно прочтём цель. Одна вторая. В знаменателе будет стоять шесть умножить на девятнадцать. Это неважно что. Девятнадцать квадрате знаете? Ну, триста шестая. А девять плюс шесть. Триста шестьдесят. Вот то, что они практически совпадят, означает, что мы уже около нужного нам значения. Потому что вот когда здесь эти числа совпадают, это означает как раз, что мы уже практически какой-нибудь понимаем. Так что вот в этот момент вы будете обрабоваться. Ну, если разделить всё это, то что получится? Значит, там семьсот двадцать один поделить на двести... двадцать восемь, да? Что получается? Получается... Получается... Семьсот двадцать один делим на... Три, один, шесть, два и так далее. Всё. Вы видите, что совпадим. Вот работает и формул. А реально опять же за этим стоит, вот если брать такую общую симпатичную схему, реально за этим стоит вот это оттаскание неподвижной точки отображения и так далее. Но вот смысл этой формул в том, что действительно, если вы будете на мухом песке просто протиком всё это писать, вы быстро всё посчитаете, если понадобится. И, кстати, вы знаете, какого примерно оставить до горизонта, что тут у вас получится? Ну, что-то в районе пяти километров я просто рост замысил немножко, потому что нормально, только глаз пониже находится. Но, тем не менее, порядка совершенно нет. Хорошо? Что-то, возможно, John? Уже обратноВ ill. или четвёрт vamos. schлось,lived тебе только что-то в день? Продолжение следует...